Девушки отдыхают В этом далеком и труднодоступном краю первозданной природы Невероятные животные удивительным образом приспособились к сложным природным условиям Это их хрупкий райский уголок Здесь самые редкие и самые узнаваемые создания Должен бороться за территорию и выживание Добро пожаловать! Восход на бескрайних просторах дикой природы Эта страна так огромна, что когда Солнце восходит над ее Тихоокеанским побережьем До западных границ оно дойдет лишь через 11 часов Раскинувшись на 17 миллионах квадратных километров Между Восточной Европой и Тихим океаном Россия поражает своим биоразнообразием Величественные горы, бескрайние пустыни и почти четверть лесного массива планеты Эта природа поистине грандиозного масштаба Возможно, самой большой опасности подвержен самый северный регион этой страны Практически круглый год арктическое побережье России сковано льдом Из-за изменения климата площадь ледника в летний период уменьшилась на две трети по сравнению с 1980 годом В это время года тающие ледяные глыбы уплывают на сотни километров от берега Но, несмотря на все эти изменения, арктическое побережье остается домом для самого крупного наземного хищника Среди тающих льдов Борясь за выживание Самка белого медведя Охотится на тюленей Но в это время года подобраться близко к добыче очень трудно Летом охота требует гораздо больше сил, чем зимой, когда море покрывается льдом А ее добыче легче ускользнуть Обнаружить тюленя среди тысяч льдин уже непростая задача Поэтому медведица, как искусная охотница, применяет хитрую стратегию выслеживания добычи Она движется на север навстречу ветру Затем, перемещаясь длинными зигзагами, она постоянно принюхивается Это позволяет ей исследовать гораздо большую площадь, чем при движении по прямой Похоже, медведица что-то учуяла Это тюлень, отдыхающий на льдине В двух километрах от хищника Охота началась Бесшумно передвигаясь в воде Медведица приближается к тюленю Она движется в правильном направлении Но она все еще находится на расстоянии более километра от добычи и не видит ее Медведице приходится постоянно выбираться на лед Полагаться только на свое обоняние, чтобы не сбиться с курса Эта медведица может и самый большой наземный хищник Но, приближаясь к добыче, она погружается в воду абсолютно бесшумно Нежесть на арктическом солнце тюлени не теряют бдительности ни на секунду Но медведицу почти невозможно отличить от белой глыбы льда Даже сейчас, когда хищник находится всего в нескольких метрах от тюленя Он не подозревает о грозящей опасности Нырнув под воду Медведица плывет подо льдом Теперь ей нужно лишь выбрать подходящий момент для атаки Тюлень мгновенно реагирует и предпринимает отчаянную попытку спастись И как часто бывает в это время года Из-за подтаявшего льда Длительная охота обернулась лишь пустой тратой сил Для белых медведей в России зима всегда кстати В самой северной точке России лето подходит к концу Еще один известный арктический зверь Использует хитрости, позволяющие ему охотиться круглый год Ослепительно белый мех арктической лисы Меняет окрас в течение года Этот зверек родился только весной Но он уже покинул родную нору И теперь должен добывать пищу самостоятельно Высоко на скалах гнездятся толстоклювые кайры Для голодной арктической лисы это заманчивая перспектива Птенцы в этих ветхих гнездах уже выросли и могут летать Но леса тут не из-за птиц В гнездах могут оставаться тысячи яиц Богатые белком яйца кайры деликатес Стоящие опасного подъема по отвесной скале Сезон, когда кайры высиживают яйца, уже закончился Но взрослые особи готовы защищать свои гнезда Коварная лиса не сдается И пытается добраться до гнезда с другой стороны скалы Но птицы отгоняют лесу воинственными криками А мощными клювами отталкивают ее назад Но лиса все-таки находит брошенное гнездо чуть выше в горах Летом на арктическом побережье для лисиц всегда найдется, чем поживиться В другом уголке России в разгаре летний пир совсем другого масштаба Курильское озеро на Камчатке занимает большую территорию Окруженную 29 действующими вулканами И известную самой большой популяции бурых медведей на нашей планете Лето Сотни медведей собрались на берегах озера Начался период брачных игр и выращивания потомства Эти три детеныша появились на свет в берлоге прошлой зимой Они весили всего лишь несколько сот граммов Но они быстро растут, питаясь молоком матери Сейчас медведица все реже кормит голодных детенышей молоком Ведь для того, чтобы пережить первую зиму Медвежата должны быть достаточно сильными И для этого мать учит их питаться лососем Который скоро вернется сюда на нерест в невероятных количествах В этих водах скоро станет тесно из-за лосося Стремящегося в верховье озер, чтобы отложить икру Старт нереста знаменует начало одного из величайших пиршеств природы Мать ловит рыбу для каждого из своих детенышей Хотя голодные медведи способны съедать до 40 лососей в день Гораздо большую угрозу численности лосося Представляет чрезмерный отлов рыбы и повышающаяся температура воды Именно изобилие лосося привлекает столько медведей на берега Курильского озера Где они образуют пары в период гона и выращивают детенышей Но иногда проживание в такой близости к другим медведям Может быть опасным В этом году брачный сезон уже закончился Но этот самец, по-видимому, все еще ищет пару Он учуял запах детенышей А это верный знак того, что самка где-то рядом Самец все еще далеко от семейства Он знает, что пока медведица кормит детенышей Она не готова к брачным играм Но если медведь найдет и убьет детенышей Он получит свой шанс на размножение Самка будет защищать детенышей даже ценой собственной жизни Но сегодня, заметив приближающегося самца Она предпочла отступить, не вступая в бой Она уводит детенышей в лес, чтобы спрятаться там Это опасная игра Но, кажется, тактика выбрана удачно Наконец, самец сдается Позволяя самке уйти к озеру за пропитанием Геотермальные источники России Настоящий рай для бурых медведей Но даже первозданная красота Камчатки Теряется на фоне самого большого региона России Сибирь занимает более трети российской суши Это суровый, но уязвимый край Простираясь от полярного круга до границы с Монголией Большая часть Сибири площадью 13 миллионов квадратных километров Покрыта лесом, имеющим важнейшее значение для планеты Выбросы углекислого газа — основная причина глобального изменения климата А 640 миллиардов деревьев России Большая часть которых находится в Сибири Поглощают полмиллиарда тонн углекислого газа Являясь средой обитания самых опасных и редких хищников России В том числе для самого крупного в мире вида сов Обитающего в лесах северного полушария Бородатая неясыть смогла приспособиться даже к суровым сибирским зимам Эта самка гнездится в густом лесу Но для охоты перелетает на опушку Сверхострый слух совы помогает ей замечать добычу почти подметровым слоем снега А летом хищник использует бинокулярное зрение Чтобы засекать малейшие признаки жизни на лугу Этот лемминг выбирается из норки в поисках свежей травы Сначала осторожный зверек держится близко к норе Но, почувствовав себя увереннее, он решается покинуть безопасное место На расстоянии 50 метров сова ждет подходящего момента Наконец, лемминг отходит слишком далеко Сова действует Раздавив лемминга когтями Сова просто заглатывает его целиком Всем известно, что Сибирь – это кажущиеся бесконечными леса Но ландшафт Южной Сибири – это сухой и лишенный растительности край Образуя границу России с тремя другими государствами Перед нами золотые горы Алтая Большую часть этого хребта занимает альпийская тундра Холодный, выжженный солнцем пейзаж Простирается до пустыни Гоби Но даже в таком неприветливом краю В суровых условиях Алтая Некоторые животные нашли способ выжить В крутых ущельях на границе России и Монголии Пасется стадо горных козлов Его вожак – доминантный самец В обмен на право продолжения рода Он защищает все стадо Здесь в горах опасность повсюду Чтобы избежать встречи с алтайскими волками и снежными барсами Горным козлам приходится жить на почти вертикальных скалах Однако даже здесь они могут стать добычей огромных беркутов Патрулирующих Алтайские долины в поисках козлят Но несмотря на постоянную опасность Горные козлы выживают Питаясь редким мелким кустарником и травой Растущими на бесплодных горных склонах Но сухая трава не дает возможности Поддерживать водный баланс в организме Животным приходится рисковать Спускаясь в долину, чтобы утолить жажду Каждый день в одно и то же время Вожак должен удостовериться Что в долине стаду ничто не угрожает После этого, под его предводительством Все стадо совершает рискованный спуск Эти ловкие животные имеют преимущество перед хищниками Пока остаются на горных выступах Но чем ниже они спускаются в долину Тем меньше шансов спастись при нападении По мере спуска беспокойство охватывает все стадо Но жажда гонит их вперед Вожак остается на чеку, чтобы вовремя заметить приближающегося хищника Пока все стадо осторожно подходит к воде Но даже самый крупный самец не сможет противостоять снежным барсам Подстерегающим добычу у подножья гор Поблизости от источников Матери и детеныши поочередно жадно пьют Стараясь заглатывать как можно больше воды Оставаясь на стороже Готовые бросятся бежать в случае малейшей опасности Никто не заметил орла, который высматривает козлят Неосмотрительно отошедших слишком далеко от стада Вожак, измученный жаждой, не замечает угрозу И подходит к источнику, чтобы напиться Стараясь использовать возможность Наконец, он видит кружащего в небе орла Пора отступать под защиту гор Лето, вероятно, самое засушливое время года на Алтае Но и зимой в этом выжженном солнцем краю Выпадает так мало дождей Что даже трава здесь борется за выживание А на юго-востоке России Находится регион, известный удивительными изменениями растительного мира Проявляющимися здесь каждой осенью Октябрь в смешанном лесу С самым большим биологическим разнообразием на Земле В течение всего двух недель Можно наблюдать за буйством золотых и зеленых красок Амур Бассейн одноименной реки Площадью полтора миллиона квадратных километров Образует естественную границу между Россией и Китаем Когда опадут все листья Регион может показаться безжизненным Но в этом лесу насчитывается почти 3000 видов растений К тому же это последнее убежище для хищных кошачьих Находящихся на грани исчезновения Этот лес известен как край леопардов Обитающие в этих краях леопарды Когда-то были распространены по всей Азии На сегодняшний день в дикой природе осталось менее 40 особей Поэтому увидеть этих хищников даже мельком – большая редкость Их окрас служит камуфляжем на фоне осеннего ландшафта Амура И идеально подходит для охоты на крупных оленей Которые водятся в здешних лесах Леопарды постоянно на чеку Охота заканчивается удачей лишь в 15% случаев Поэтому животным приходится делать запасы Этот самец прячет часть добычи на деревьях или в месте своего лежбища Чтобы утолить голод в свободное от охоты время Но он также прячет свою добычу от другого хищника Который может быть крупнее и опаснее леопарда Но точно также находится на грани исчезновения Леопарды делят этот лес самурскими тиграми Из-за утраты естественной среды обитания и отстрела В настоящее время насчитывается лишь 500 особей Практически все они живут на Дальнем Востоке России Амурский тигр весит около 300 килограммов И является самым крупным представителем семейства кошачьих на Земле Как и все тигры, этот самец защищает свою территорию Но в брачный период границы могут нарушаться Тигр держит нос по ветру И кажется, он учуял запах Недалеко, на другой стороне долины Логово самки Она покидала убежище, чтобы пометить территорию Пытаясь привлечь самцов Гормоны в моче самки сообщают о ее готовности к спариванию На планете осталось так мало этих животных Что жизненно важно сделать так, чтобы послания достигли получателя Самец использует особый орган, чтобы по запаху определить Готова ли самка принять его ухаживание Первый шаг в этих отношениях делает самка, помечая свою территорию Но если самец откликнется, брачные игры останутся обязательной составляющей этого союза Несмотря на ее желание размножаться, это не интрижка на одну ночь После встречи тигры остаются вместе на несколько дней Обнюхивая друг друга и создавая интимную связь, они спариваются несколько раз Но это недолгий роман Вскоре самец уйдет на поиски другой самки И не будет принимать участие в воспитании потомства Кажется, у этого самца сегодня на уме кое-что другое Он отворачивается от самки и отправляется на поиски другой своей страсти После заката амурский лес полон голодных хищников в поисках своей добычи Дождавшись темноты, крошечная землеройка появляется из своей норки Весом всего лишь несколько граммов землеройка является легкой добычей для любого хищника Но у этого зверька есть два секретных оружия, которые отличают ее от других грызунов Обитая в ручьях и прудах на территории России, евразийская водяная землеройка отлично плавает И пользуется этим навыком, чтобы патрулировать территорию каждую ночь в поисках пищи Хоть она выглядит как милый и симпатичный зверек, землеройка – опасный хищник И обнаружив добычу, она использует свое второе оружие У водяной землеройки есть две подчелюстные железы, вырабатывающие крайне ядовитую слюну Это делает ее одним из немногих ядовитых млекопитающих на Земле Комбинация двух сверхспособностей позволяет землеройке удачно охотиться под водой С помощью сильных задних лап она ныряет за беспозвоночными, мелкой рыбой и даже земноводными Мелкие пузырьки воздуха между шерстинками меха тянут землеройку к поверхности Ей трудно оставаться долго под водой Поэтому приходится нырять много раз Стараясь не упустить даже совсем мелкую добычу На метровой глубине перемещается личинка веслокрылки, но землеройка ее не видит Но недолго В отличие от рыбы, личинка медлительное создание Что делает ее легкой добычей для проворной землеройки Она обездвиживает жертву своим ядом Вытаскивает ее на поверхность и заканчивает трапезу на суше Водные хищники охотятся вблизи Амура не только по ночам Амурская трехкоготная черепаха – вымирающий вид Это странное создание проводит почти всю жизнь под водой Поглощая кислород через кожу И поднимается на поверхность раз в несколько часов, чтобы вдохнуть воздух Ее основной добычей является рыба Но несмотря на мощные челюсти У трехкоготной черепахи нет шансов в погоне за более проворной добычей Поэтому этот удивительный хищник использует более смертоносную технику охоты Прячась в песке, черепаха устраивает засаду Оставаясь практически невидимой, она терпеливо ждет на протяжении нескольких часов Чтобы поймать беззаботную рыбку, оказавшуюся в пределах досягаемости Эта потрясающая стратегия не оставляет добычи ни единого шанса И несмотря на все попытки вырваться, зажатая в челюстях, как в тисках, рыба не сможет ускользнуть Тактика внезапного нападения делает черепаху опасным хищником И позволяет накопить жир для зимней спячки В России зима сначала приходит на арктическое побережье Огромные колонии Атлантического моржа провели последние несколько месяцев На самых северных островах России, чтобы вырастить своих детенышей Почти треть всей жизни они проводят, свернувшись таким образом И прижавшись к сородичам для сохранения тепла Все остальное время моржи находятся в воде, охотясь на съедобных моллюсков Но когда ты весишь полторы тонны, потребуется немного находчивости, чтобы добраться до воды Задача выполнена Колонией моржей управляет самый крупный самец Он может похвастаться самыми большими клыками А его мощный рев слышен на расстоянии более километра Все это обеспечивает ему самое высокое положение Но это не мешает моржам, занимающим более низкую ступень иерархии, постоянно вызывать друг друга на поединок Эти двое лишь дурачатся Но когда за каждым ударом стоит более тонны веса Их клыки могут нанести смертельные раны почти любому животному Благодаря 20-сантиметровому слою подкожного жира потасовка оканчивается бескровно В конце концов вмешивается вожак и призывает дручунов к порядку Отправляя обоих к воде, чтобы охладить пыл Как раз вовремя, под летний снежный шквал Сильный порыв ветра предвещает наступление зимы Совсем скоро моржи смогут вернуться в свой настоящий дом в арктических льдах Всего за несколько недель зима наступает на всей территории России Погодные условия меняются быстро Но быстрее всего в одном из самых холодных и наиболее отдаленных районов На полуострове Ямал Эта бесплодная тундра покрыта льдом 8 месяцев в году Это дом одного из самых суровых представителей фауны на земле Пара овцебыков идет по открытой местности Ямала Но если присмотреться, можно увидеть теленка В этих жестоких условиях телятам тоже необходимо быть выносливыми И успевать следовать за родителями всего через пару часов после рождения Сначала телята питаются исключительно материнским молоком Но всего через несколько недель теленок переходит на подножный корм, чтобы накопить жир к зиме Это необходимое условие для выживания в изнурительных условиях Ямала Это семейство овцебыков провело лето на пастбищах отдельно от стада Но теперь взрослые ведут теленка к сородичам Оказывается, пополнение не только в этом семействе Собираясь в стада численностью до 60 особей для зимовки Овцебыки объединяются, чтобы защищать телят от волков и даже белых медведей Хотя чаще погодные условия представляют наибольшую угрозу для быков Ямала После того, как в конце ноября солнце сядет за горизонт Потребуется два месяца, чтобы увидеть его вновь Температура на Ямале начнет постепенно опускаться до минус 20 градусов по Цельсию Но из-за ветра и отсутствия лесов Минус 20 градусов могут ощущаться как минус 50 К счастью, овцебыки имеют двухслойный шерстный покров Который позволяет им выдерживать тяжелые климатические условия Кроме того, их большие круглые копыта идеально подходят для движения по снегу в поисках пропитания Но именно из-за формы копыт, а также из-за коротких ног Овцебыки могут выкапывать пищу, только если снег относительно неглубокий и рыхлый Из-за более теплых зим снег постоянно тает и снова замерзает В результате чего образуется наст, затрудняющий им доступ к траве Под снегом растительности хватит на всех Но чужая трава всегда кажется зеленее Даже если пастбища простираются на 100 тысяч квадратных километров Поэтому стычки за места выпаса – обычное дело Крепкий череп овцебыка толщиной 20 сантиметров Как будто специально приспособлен для битв В брачный период такие поединки приобретают эпические масштабы Но, что удивительно, эти на первый взгляд мощные удары не наносят почти никакого вреда И, несмотря на постоянные столкновения Жизнь в стаде в условиях русской зимы обеспечивает овцебыкам больше шансов на выживание По мере наступления зимы холодная погода устанавливается почти на всей территории страны И пока биологические виды, обитающие в российской Арктике, приспособились к экстремальным условиям В других регионах животным приходится искать способы борьбы со стихией Некоторые мигрируют Другие пережидают зимние месяцы в норах Но независимо от способа выживания в этом бескрайнем морозном краю Всем приходится ждать возвращения Солнца В Россию весна приходит сначала на юго-запад В пустыне, простирающейся вдоль Каспийского моря Один из самых удивительных здешних обитателей покинет место зимовки не раньше апреля Когда воздух станет достаточно теплым На первый взгляд это довольно обычная ящерица Но ушастая круглоголовка владеет двумя ловкими приемами Помогающими ей выживать в этой засушливой местности Днем температура здесь часто превышает 30 градусов по Цельсию Чтобы как можно меньше касаться горячего песка Круглоголовка научилась вставать на цыпочки Как большинству ящериц она нуждается в Солнце для поддержания температуры тела Но иногда жара пустыни может стать невыносимой даже для круглоголовки Скрываясь от солнечных лучей Она за секунды почти полностью закапывается Буквально просачиваясь сквозь песок Кроме поддержания нужной температуры Такой маневр позволяет оставаться незаметным для хищников и для добычи После четырех месяцев, проведенных в своем убежище под землей Круглоголовка проголодалась На сытый желудок в голову ящерицы приходят другие мысли Самка В апреле у круглоголовок начинается брачный сезон И обстановка может очень быстро накалиться Но это не единственный самец в округе Ему придется отстаивать свое право на размножение Битвы за самок могут быть кровопролитными Но есть менее жестокие способы победить С помощью впечатляющего секретного оружия Претендент широко раскрывает рот И расправляет ярко-красные складки с зазубренными по краям Самец неустрашим Он делает отрывистые удары хвостом Показывая готовность не сдавать позиций Он предпринимает еще одну попытку В итоге Это срабатывает И соперник отступает Предоставляя двум круглоголовкам Возможность вернуться к своему занятию Однако представителям удивительной российской фауны Приходится сражаться не только за право продолжения рода В борьбе за выживание в суровых природных условиях Каждый вид использует свой уникальный способ Преодолевать трудности Самые крупные И самые маленькие Самые быстрые И самые медлительные Все эти животные Обитающие на бескрайних и хрупких просторах Нетронутой природы России Продолжают считать своим домом Этот райский уголок дикой природы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин